Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Сидникова. Вот такой комплект у меня уже готов. Шикарнейшее платье Ассоль. И вот такая сумка Торбо, сумка Авоська. На первый взгляд, такая вот простая, но совсем не простая. В сегодняшнем ролике я с вами ненадолго показать платье, что оно готово, но демонстрировать я буду его не сегодня. Хочется сделать красивое видео. Всё у нас сегодня солнечно, на улице тепло. Походу приходит лето к концу мая. И мы собираемся в парк, куда-нибудь в красивую зону, где можно это всё красиво вам, вкусно преподнести. Поэтому платье я вам покажу, вот этот комплект покажу. Но в ролике, скорее всего, много расскажу об этой сумочке, об этой Авоське. Как мы знаем, аксессуары – это тоже неотъемлемая часть нашего гардероба. И без них просто никуда. Связалось всё это практически в один день. Вчера я и закончила работу над платьем. И сегодня закончила последние штрихи к этой Авоське. Авоську свяжет любая начинающая вязальщица. Всё очень просто, но очень эффектно. Так что я вас приглашаю послушать, как я вязала эту Авоську, что в ней есть. Посмотрим поближе. И кому это интересно, оставайтесь. Вот так вот выглядит она с этим платьем. Здесь есть шнурочек. В общем, я это всё вам на столе покажу. Она очень лёгкая, очень удобная. В ней есть также ручки, которые можно носить к себе, если это висит на плече. И можно носить на эту сторону. Выглядеть тоже будет достаточно красиво. Сначала мне хотелось какой-то подклад к этой Авоське. Так, упала моя аватарка вязания с Еленой Ситниковой. Ну, ничего. Вот. Ну, а потом решила... Не буду я делать никакого подклада в неё, потому что, ну, это не совсем удобно. И это уже тогда будет не Авоська. А мне хотелось вот такой прозрачности, лёгкости, вот такого ажура. В общем, вот что у меня получилось. Ну, а сейчас перейдём на стол, и я вам покажу. Сейчас покажу немножко низ платья. Кто-то внимательно следит за моим творчеством. Я вчера размещала сюжет с этим платьем, но о нём я сегодня рассказывать не буду. Хочу сразу снять демонстрацию и, конечно, подробнее о всех нюансах расскажу в другом видео. Сегодня речь об Авоське. Итак, друзья, Авоська. Есть ролик, где я показывала, как я начинала её вязать. Сейчас напомню. Значит, донышки и ручки предоставлял замечательный интернет-магазин Т-Декор. Там самые дешёвые донышки, самая дешёвая трикотажная пряжа и вот такие ручки. Огромнейшее благодарю. Итак, донышко обвязывалось по кругу, рассчитывались рапорты узоров и вязалось по схеме, по той схеме, по которой я вязала круглую кокетку к платью Ассоль. Как вы помните, платье Ассоль связано в смешанной технике. Верх платья – это крючок, низ платья – это спицы. Вот эта схема узора. Она есть во вкладке «В сообщество». Схема узора на расширение. То есть, мы обвязываем просто донышко и дальше продолжаем вязать вот этот узор. Вот и всё. Узор даст нам нужное расширение. Я немножко изменила схему узора. Вот вы видите, я уже рассказывала об этом. Глаз упал не в то место и у меня образовалась своя схема узора, напоминающая такой цветочек с листиками. Вот бутон, типа как лилия, что-то такое. И листики. Произошло это спонтанно. В общем, дальше я перешла вязать просто филейную сетку и закончила вязание опять спицами. То есть, у меня и авоська, и платье тоже в смешанной технике вязания. Я сейчас покажу вам, что я провязала спицами. Вот у меня закончилась филейка. Дальше из полотна я набрала петли на спицы и провязала вот сантиметра три, наверное, ну, сантиметра три, не больше здесь. Это полая резинка спицами, для того, чтобы можно было вдеть шнурочек, и это закрывалось. Это авоська торба. Закончила я красной нитью от интернет-магазина Филата Итальяна. Ниточка-фреска, из которой вязалась, конечно же, моя осоль, мое платье. Закончила полым шнуром. Вот и вся авоська. Дальше я просто продела в эту полую резиночку шнурочек и на кончике для фиксации прицепила вот такие пуговицы. Все, что было дома под рукой. Смотрите, как классно. Вот она вот так открывается. Сейчас еще о внутренностях поговорим, все расскажу. Ну, естественно, потом пришила ручки. Вот так она открывается. Вот так вот она затягивается и закрывается. И причем ее можно носить даже как сумку. То есть, если мы не затягиваем здесь вот этот шнурок, то она выглядит совершенно по-другому. Она выглядит как достаточно такая приличная сумка. Ну, в общем, сверху я показать это не могу. Буду демонстрировать платье. Потом в нескольких вариантах я покажу вам, что из себя представляет эта авоська. Вот. Ну, а теперь о внутренностях. Конечно же, потом я просто расшила тамбурным швом центр этой филейной сетки. Вот такими зигзагами, на мой взгляд, красиво получилось. Добавила сюда белый цвет. Уже очень красиво платье. Вот это осоль под белый ремешок. Ну, и чтобы как-то это связать, уже продумывая наперед, как я буду носить это платье. В общем, я добавила сюда вот эту белую ниточку. Ну, и тем самым немножко, так скажем, резкости добавилась в эту сумочку. Так. Пришила ручки просто красной пряжей. Вот так, с одной и с другой стороны. И сегодня я вывязывала еще вот такой карманчик для телефона. То есть, обычными столбиками без накида связала, померила свой телефон, воздушные петли набрала, померила телефон, получилось у меня здесь 40 воздушек. И вот так вот можно положить телефон, чтобы он не валялся по сумке. Можно даже документы положить. В общем, она стала гораздо удобнее. И можно еще даже кнопочку здесь приделать, а может быть и не надо. Ну, в общем, карманчик здесь мне пригодился. Да даже паспорт сюда влезет, если нужно с собой взять. Потом просто иголочкой пришила этот карманчик к авоське. Что еще я здесь сделала и рекомендую вам для ваших вязаных сумок, да даже можно и в обычную сумку сделать. Мне как-то пришла сумка от Ньюшик, и там был вот такой органайзер для ключей. Нашла, вот почему я говорю, никогда не выбрасывайте вот такую фурнитуру от старых сумок. карабины там, всякие вот эти вот тренчики металлические, клапаны. Все пригодится. И вот просто связала, сразу привязывалась вот здесь, начинала вязание. И на 6 петелек связала вот такую ленту, потом крючком также ее ввязала к полотну. И вот этот тренчик, цепляем ключики, и вам не нужно искать, если что-то еще лежит в сумке, естественно, там будет лежать что-то. Вы просто потянули, и у вас сразу ключи. То есть, это и порядок, и это очень-очень удобно. Деревянное дно для жесткости. Тоже я заполнила вот эти вот дырочки по периметру вот этой алой пряжей. Кстати, у меня осталось буквально 20 грамм от платья, но об этом я расскажу немножко позже. И пришила. Еще вот сюда тоже нашлись вот такие вот, я не знаю, как это назвать, тренчик, клапан металлический. Конечно, он не совсем подходит к вот этой серебряному вот этому карабину от ручки, но другого у меня не было. Пока так. забыла выключить телефон и вот как всегда начинаешь снимать, начинаются какие-то непонятные звонки. Забыла, надо выключить, наверное, эту мегафоновскую симку. Как только ее включаю, сразу начинается. Так что вот смотрите, какое удобство. совсем чуть-чуть, ну так скажем, материалов, а получается вот такая красота. Видите, как все открывается, не надо никаких замков, потянули, затянули. Конечно, можно было бы сделать из этой авоськи ну такой рюкзачок, но в общем, я поняла, что мне это не очень удобно, я почему-то не очень люблю рюкзаки, если честно, а вот через плечо это, кстати, можно тоже отстегнуть, когда не нужно, мне гораздо удобнее. В общем, девочки, свяжите себе такое вот чудо-чудное, легкое, удобное, красивое и модное нынче авоська. но не совсем авоська. Немного пряжи, что вам потребуется, донышко, ручки, можно, если нет вот такой ручки, можно связать ручку, а вообще я хочу сказать, что на Алиэкспресс продается много всяких ручек, ну так скажем, дешево. Да, сейчас стала долго доходить посылка с Алиэкспресс, но один раз заказали и меняйте пожалуйста к разным сумкам. Вот как пример хочу вам показать, тоже здесь есть вот такие карабинчики, вот эта сумочка шла с такой цепочкой металлической под золото, а вот эту ручку я покупала на Алиэкспресс, и кстати она тоже сюда подойдет. Кстати, карабинчики эти подходят больше под вот эту белую ручку, то есть взяли, поменяли, как раз вот эта вот белая полосочка сюда подойдет, белый ремешок, если я буду одевать под свою осоль, и вот у меня есть такой вот тоненький ремешок, который еще даже регулируется, и вот посмотрите, как авоська стала по-другому смотреться, если поменять цвет ручки. Ну, на мой взгляд, здесь не очень толстый ремешок, но вот планирую я заказать на Алишке что-то подобное, может быть потолще, разных расцветок, голубые, зеленые, под разные сумки, потому что у меня есть еще и донышки, и я еще жду ручки от Т-декора, хочу навязать под разные свои наряды вот таких незаменимых аксессуаров. Вот такая красота и тоже в смешанной технике. Напишите ваши комментарии, как вам понравилась моя авоська или нет, будете ли вы вязать что-то подобное, и если кому-то что-то непонятно, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ну, а на этом все, вот такое коротенькое видео, я вас всех обнимаю, всех люблю, ну и скорее всего до завтра выйдет ролик с демонстрацией платья на мне, ну и конечно же с подробным рассказом, с более подробным рассказом об этом платье. Все, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok